Всех приветствую, дорогие друзья! И сегодня хотела бы рассказать вам о немецком телевидении. Если честно, оно меня прямо шокировало. Даже не знаю, если честно, с чего начать, потому что настолько оно необычное и настолько оно меня шокирует и пугает, что я иногда даже к телевизору боюсь подходить. Но начнем с того, что у меня муж достаточно много смотрит телевизор, и у него огромный-огромный такой экран. И поэтому, когда ты подходишь, и там, пардон, все мужские гениталии прям вот во весь рост, то, честно говоря, пугаешься. Но подробнее. Что касается развлекательной программы, на телевидении есть практически все, и мне даже нравится больше, чем в России. Я смотрю здесь кулинарные шоу всякие, много можно чего подчеркнуть, можно много чему научиться. Моя свекровь, вообще она там чуть ли не с книжкой даже записывает то, что они делают. Много всяких кулинарных шоу. Есть всякие интеллектуальные шоу тоже. Кто хочет стать миллионером, есть там, ну много чего есть. Есть всякие развлекательные передачки, там угадывают слова, тут бегают, тут прыгают. Очень люблю шоу, которые... Голос, которые связаны с талантами людей. Люблю талантов, когда выбирают. Вот. Потом есть шоу. Германия ищет таланты, если на русский язык перевести. Это вообще... Какие там только не приходят. Не знаю, мне кажется, в России бы это просто вырезали. Но может я ошибаюсь, может уже что-то изменилось. Но это вообще просто. Голые, полуголые... Если бы можно было просто перевернуть камеру и в какой-то раз заснять. На YouTube это запрещено. То у вас бы, наверное, просто был шок. То есть, например, один мужчина приходит туда. Он приходит каждый раз переодетый в кого-то. Такого возраста, наверное, за 50. Он просто вообще все снимает. Он такой еще жирный, такой обрюзший. И он оказывается в стрингах. И начинает там все это трясти. А потом просто эти стринги снимает. И еще один там приходит. Он тоже все это снимает. Но здесь не показывают в этой передаче. То есть, они как там зажимаются. Закрываются сами люди. Не показывают это наготу. Но тут как-то у меня была, по-моему, в тот раз мама. Или нет. Или не мама. Ну, короче, в этот раз она видела точно эту передачу. Называется Адам Зухт Эфу. Адам ищет Еву. Это шок, конечно. Это просто шок. На эту передачу приходят все одетые. Передача происходит где-то там в джунглях каких-то. Где-то в каком-то красивом месте. Какой-то остров. Я не смотрю, поэтому не знаю. Так вот отрывками попадаю. И каждый раз просто шокируюсь. Начинается все с того, что по очень красивому там океану, да. Плывет человек. Вода прозрачная такая. Он еще одетый. Потом он в какую-то там свою котомку складывает все эти вещи. Он раздевается. Показывают. Прямо снимает трусы, если это мужчина. Носки. Все. И он абсолютно голый. Показывает все. Абсолютно вообще все. Каждую волосинку на теле можно разглядеть. И плывет на этот остров. И вот так вот их собирают там мужчины и женщины. И они пробуют свои отношения. Если кто-то друг другу понравился, они на остров уезжают. Проводят там день и ночь. Один день и одну ночь. И потом они встречаются одетыми. И да-да, нет-нет. Понравились, понравились. Не понравились, не понравились. Кстати, в том году или позатом год или два назад одна пара создала отношения. И они родили ребенка. Они очень быстро забеременели, поженились и родили ребенка. И вот все время в инстаграм я их вижу. Их показывают. Участливы. Вообще все нормально. Мне, конечно, очень нравится, что немцы без проблем. Без комплексов. Это очень классно. Но у них вот в плане ноготы это все естественно. У меня, конечно, был просто шок. Потому что ты подходишь к этому огромному экрану. И, пардон, все это перед тобой. В огромном и величном размере. Он разговаривает с женщиной. Она там заценивает, все ли у него в порядке. Как у него там все. Он тоже на нее смотрит. Там на грудь, на тело. Все показывают. Абсолютно все. И не сильно поздно передача идет. Не буду врать там точное время. Там после восьми. Да. Но не сильно поздно. То есть это не ночь какая-то там глубокая. И вот такие передачи меня, конечно, шокируют. То, что без проблем. Ну, немцев, наверное, знаете, тут общие сауны, бани. Где они входят все раздетыми, все голыми. Вне зависимости от пола. Задирают ноги. Сидят там, парятся. Вообще без проблем. Без всяческих проблем. И если кто-то заходит там в белье или в купальных принадлежностях, сразу говорит, ой, снимите, снимите. И уже потом заходите. Вы там забыли раздеться. И, честно говоря, первое время вызывало у меня это шок. Потому что мои коллеги вот рассказывали, когда в больнице я работала. И когда я лежала на сохранении, медсестра тоже рассказывала, что и у одной, и у другой есть немецкие друзья. Которые говорят, что, вот, например, мы молодая пара и наши родители, мы все пошли в баню. В сауну. И все они, соответственно, раздеваются. То есть, представляете, вы разделись, ваш муж и родители мужа. И мама, и папа. И они сидят, парятся, все голые. И все нормально. У меня, конечно, вообще полный шок. Потому что, ну, я вообще не представляю, как бы я потом общалась, если бы я увидела маму или папу голыми. И я бы либо смеялась, либо, ну, просто не знала, куда деться. Или, ну, просто сбежала оттуда. У них это вообще без проблем. И медсестра мне рассказывала. Говорит, я спрашиваю, а как это у вас? Она говорит, а какие проблемы? В чем? В чем проблемы? У тебя нет того, что есть у нее? У него нет того, что есть у твоего мужа? В чем проблемы? Ну, как? Ну, как бы, ну. Прикрываются. Она говорит, прикрываются, потому что это обусловлено природой, холодом и гигиеной. Не более того. Еще есть одна очень интересная передача. Тоже первый раз увидела. Была в шоке. Значит, женщина ищет себе мужчину. Выбирает. Мужчины стоят в таких прозрачных колбах. Не знаю, как это назвать. В таких шкафах прозрачных. И они голые. Они голые, не видно только лица. И она вот по телу, по половым органам, по всему выбирает. И откидывает сначала одного, потом второго, потом третьего. Потом выходит тот избранник, которого она выбрала. Она одета, он раздетый. Она его заценивает. Потом раздевается и она. И они там тоже как-то строят свои отношения. Да, да, нет, нет. Или поехали. Дальше. Вот. Короче говоря, да, у меня какой-то такой шок. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Но я, честно говоря, когда вот мы жили вдвоем, да, я просто смотрела и, ну, удивлялась. И, ну, была шокирована, что такое показывают. А вот когда сейчас ребенок, и я представляю, что она будет это смотреть, такое время-то, вот говорю, не позднее. То есть она может это посмотреть. Ну, пусть она-то в три года это не посмотрит, а в пять. Но потом так точно она в это время спать не будет. И даже не знаю, что сказать. А более того, здесь очень сильно пропагандируются и не скрываются отношения однополые. Это тоже просто шок какой-то. На днях я тоже подхожу к телевизору и вижу следующую картину. Это тоже была неглубокая ночь. Показывают нудийский пляж. Лежат мужчины, они все геи. И они просто там что-то знакомятся, хохочут. Один другого приревновал. Там он подошел к нему, спрашивает, да ты что, да я там это тебе хотела сказать. И вот они задирают ноги. То есть лежат ноги, согнули в коленках. И все классно. Также здесь половое воспитание просто чуть ли не с пеленок. В школе тоже есть уроки полового воспитания. Пока что я не хочу даже об этом думать. Потому что я не знаю, как воспитывать ребенка. И пока что я еще не выработала тактику, как мне все это ей преподносить. Мне нужно будет думать об этом. И думать уже нужно сейчас, потому что ребенок растет быстро. И нужно как-то преподносить ей это настолько грамотно, что я думаю так. Меня воспитывали очень и очень жестко. Очень жестко. Мама меня воспитывала просто. Я боялась ее просто, как не знаю кого. Она меня как сидорову козу драла в свое время. Но я выросла человеком, я ее боялась, я выросла человеком. Не знаю, если бы они меня расхлябанно как-то воспитывали. У меня семья военнослужащих. Может быть как-то было бы по-другому. Может быть было и так же, я не знаю. Но они меня воспитывали всегда так. Что можно, что нельзя. Четко знала, это можно, это хорошо, это нельзя. Но здесь, когда такая свободная страна, я вот как-то хочу воспитать в ребенке то, что пусть они делают все, что угодно. Да, нормально, что есть геи. Да, нормально, что есть односторонняя любовь и однополая любовь. Но у тебя всегда должна быть голова на плечах. И ты этого не должна делать. Ты не должна там курить, ты не должна что-то делать. При том, при всем, что ты все это видишь и это норма. Вот как-то мне хочется заложить ребенку такую собственную точку зрения на все, чтобы она не повторяла за ними, а понимала, что они это делают, я это делать не буду. Я из другой семьи, у меня так не делают. У меня мама не курит. Например, у меня мама не пьет и там не дерется и не валяется нигде. И там, не знаю, в одних колготках не выходят на улицу, как тут часто на карнавал девчонки напьются и в одних колготках выходят. Забывая даже юбку одеть, уже два раза такое видела. Ну, это на карнавал было. Да, они все там в масках, наряженные вечером. Ну, это, конечно, жуть. И как-то вот так хочется мне ее воспитать. Взять хорошее и из нашей культуры, и хорошее из этой культуры. Да, пусть она чувствует себя свободным человеком. Пусть она говорит то, что она хочет. Пусть меньше у нее будет комплексов, чем у нас в детстве. Но, тем не менее, мне очень хочется, чтобы у нее не было вот этого такого отношения к жизни. Все можно, да все дозволено, да я что хочу, то и делаю. И никаких вообще проблем. Очень мне хочется это в ней воспитать. И, конечно, эти уроки полового воспитания тоже хочется как-то ее подготовить так, чтобы она нормально к этому относилась. И это не подталкивало ее на какие-то взрослые поступки. Ну, как всегда, ребенку хочется дать самое лучшее, безусловно. Уже оценивая свой опыт прожитой, ошибки своих родителей. Чувствуется, что можно было подкорректировать, да. Ошибки других родителей со стороны и дать лучшее. Ну, вот как-то так. Вот такое у нас здесь телевидение. Есть вот такие шокирующие программы. И вот такое шокирующее телевидение. Вот. А в целом есть и информационные блоки, и новости. Здесь как бы претензий нет. Здесь все хорошо и никаких вопросов. Вообще телевидение мне здесь нравится. Но вот такой вот момент. Что думаете по этому поводу? Как бы вы поступили в такой ситуации? Как бы воспитывали ребенка? Может, есть какие-то мысли по этому поводу? И если вы тут проживаете, как смотрят дети у вас на все это? Или они уже спят? Или вы как-то все это переключаете? Когда все это может ребенок увидеть? Когда люди могут здесь, ну, вернее, дети могут увидеть людей однополых. С однополой любовью на улице, проявляющей свои чувства, целующейся, обнимающейся. Если кто-то живет здесь, и дети уже школьного возраста, расскажите, как вы детям это все преподносили, говорили. И как это вообще все объяснить. Вот. А на этом тогда я буду прощаться. Это видео тогда заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Всех люблю. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok